Всем привет, друзья! У нас с вами новый ролик, и этот ролик будет посвящен теме формы джезвы. Это такая тема, она уже, исходя из того, что я читаю, что мне пишут на канале, что я вот вижу, она уже приобрела форму какой-то болезненной религиозной темы. То есть есть какое-то четкое уставившееся мнение, что есть правильная форма джезвы, джезвы, у которой дно на 20% шире, чем горлышко или что-то. И есть какая-то заведомо дефектная джезвы, которая узкая, и в ней всегда недоваривается. Или нет, другая точка зрения, в ней всегда переваривается. То есть всегда в каких-то нестандартных джезвах получается какое-то говнище, а не кофе, и надо только вот такую стандартную. Этот холивар, он уже просто какой-то религиозный, и я хочу начать с того, что любой, кто говорит за вот эту вот всю историю, никогда не предоставляет никаких доказательств, никаких исследований, никаких фактов. Если с точки зрения химии нету никаких подтверждений, нету никакого анализа и так далее, то все это просто пустой треп. Потому что в фильтре, например, мы можем через приборы определенные посмотреть, какое количество, условно говоря, веществ выделяется у нас в напиток, сколько процентов, содержание и так далее, мы можем от чего-то отталкиваться. Вот в кофе в джезве никто нам этого не предоставляет, никто не провел никаких экспериментов подобных, все просто говорят, что, блин, джезва узкая, там будет недоэкстракт. Так вот, друзья мои, эксперты в форме джезв, я вам хочу сказать, что посмотрите, пожалуйста, откройте чемпионат, который по джезве проходит, и вот за разные года посмотрите, какие там были чемпионы, или даже те, кто занимали второе, третье место, на каких джезвах они работали. Вы будете в шоке просто от того, что огромное количество работают на джезвах, например, из ТС. В целом участники многие, даже не те, кто занимает какие-то места, те, кто участвуют. А это максимально неправильная джезва. Она узкая, она зауженная, она просто отвратительная, и в ней как бы, ну, по мнению экспертов, в ней вообще же невозможно кофе нормальный сварить. А эта штука пользуется по всему миру просто тотальной популярностью, она запатентована, и кофе в ней получается, вот от себя скажу, просто топовый. Как же так выходит? Идем дальше. У нас есть, к примеру, ЗАЖ. Вот я недавно снимал видео про вот эту ЗАЖ. Я считаю искренне, вот искренне, эту джезву лучшей из возможных джезв, вот даже я вот это так сделаю демонстративно, лучшей из джезв, которую каждый здравомыслящий человек может себе купить с точки зрения формы, с точки зрения вообще концепта приготовления в ней. И эта джезва, как вы видите, опять же таки, неправильная. Она вот неправильная, в ней технически сварить же вообще невозможно, раз она условно уже, чем дно тут, сильно уже, чем дно горлышка у нее. Поэтому, друзья, тема джезвы, форма джезвы, это такая тема, которая является вот холиварной, но вы не должны на все это вестись. Вы должны понимать, что в каждой джезве есть определенные какие-то концепции вкуса, которые в ней получаются. Я бы разделил эту концепцию на два типа. Я уже рассказывал в видосе про вот эту джезву. Я делю джезвы на классические джезвы, которые направлены в основном. Их хорошие, вот они хорошо специализируются в направлении приготовления кофе, такого тяжелого, тельного, плотного, классического кофе по-турецки, с которым, кстати, многие из вас ассоциируют в целом кофе в турке. Это стандартные джезвы, вот широченные, вот эти стандартные джезвы. Сой. С3, С2, С1. С1 более гибкая, в ней можно готовить и по-другому, но все равно ее специализация, она широченная, в ней вот кофе чаще всего получается такой классический. И джезвы третьей волны, я их так называю, более узкие джезвы, которые при умелом подходе к ним позволяют вам получать вот эти, как бы, максимально вкусовые, цветочные, фруктовые тона, вот, то есть, легкий фруктовый, цветочный кофе они позволяют вам получать. И, понимаете, как бы, здесь нет понятия, плохо или хорошо. Дело все в том, что у вас за зерно, какой вкус вы хотите раскрыть. Здесь нет понятия, плохая форма, не точно не до экстракта. И есть люди, которые покупают джезвы условно на 120 и наливают в нее 110 мл воды. Или там 100. И такие, чего-то не проваривается, форма плохая. Но, блин, неумение готовить кофе, это не объяснение, как бы, хорошая или плохая джезва. Вот в этой джезве, как я уже сказал, это одна из лучших джезв, которые вообще у меня в жизни попадались. И в ней топово готовят 75 мл примерно напитка. Она просто не рассчитана, не рассчитана она на то, чтобы приготовить в ней, я не знаю, 110. Так же, как вы в Афине, если вы нальете посуду, воды, вы тоже там в ней нормально ничего не сварите. Это не проблема джезвы, это проблема того, что вы хотите от узко специализированной, профессиональной вещи какой-то супер универсальность. Как вот некоторые подписчики мне пишут. Я куплю лучше C3 ведро, потому что, условно говоря, я в ней смогу сварить и 70, и 100, и 140, и там чуть ли не 180. Нет, так не работает. Джезва это история, которая подбирается строго под, как бы, конкретный объем приготовления. Поэтому, друзья, нет никакой супер плохой формы или супер хорошей. Есть просто, как бы, профессиональные кофейники, узкоспециализированные, и они очень строго привязаны к определенным объемам и типам приготовления. Ну, как вот эти, например. И если вы начинаете их не по назначению использовать, наливать чуть ли не по горло и пытаться там какие-то эксперименты проводить с ними, с большими объемами, да, вы получите в них недоэкстракт. Но это ваша проблема в том, что вы не разобрались, не умеете им пользоваться, а не проблема этих джезв. Также кофейники вот подобные, широченные, у них другая история. Там нужно слишком много энергии, чтобы эту широченную таблетку поднять, и поэтому там вот эти быстрые рецепты с фруктовой историей, они сложнее получаются, чем в таких джезвах. Но опять же, вы понимаете, мы к чему приходим? К тому, что есть определенный вкус, который вы хотите из определенного зерна, у которого есть какая-то, скажем так, задатки вкусового профиля. Вы из этого зерна хотите вытащить определенный вкус. В этом смысл использования определенные джезвы для определенного зерна, для вытягивания определенного вкуса. Но нет хорошей формы, правильной и неправильной. Я вам говорю, что, блин, куча чуваков из Греции, вот на таких джезвах греческих занимаются, регулярно чуть ли около первые места. Вот и все. Поэтому, друзья, не забивайте себе голову, если вы готовите разный кофе, разный тип кофе, то собирайте коллекцию из разных джезв. Нет понятия неправильной формы. Вот так вот. Поэтому я бы вам советовал относиться к выбору формы вот так, как я сейчас сказал. Разделить на несколько движений, скажем так, тот кофе, который может получиться, и уже исходить из того, что вам нужно. От себя хочу сказать, что вот эта вот классическая джезва от Заш, это максимальная такая универсальная, ровная, крутая джезва. Можно прям очень круто в ней сварить и тяжелый кофе, и фруктовый, и какой угодно, и быстрый рецепт, и рецепт с медленным приготовлением на маленьком огне и так далее. Они примерно находятся очень близко с С2 по универсальности, но это даже еще более универсальная, еще более такая крутая. Поэтому, друзья, вот как-то так. Поэтому не относитесь к форме как к какой-то... Не идеализируйте, короче, кофейник. Нет в идеальной форме. Есть просто правильно подобранный рецепт с правильным кофе, с каким-то конкретным, ну, который ориентирован на какой-то определенный профиль. И все это подобрано к определенной джезве, к определенному объему. Тогда получается вкусно. Если что-то здесь уезжает не туда, как я уже сказал, С3 вы пытаетесь готовить, что там, 70 миллилитров. Все, у вас получается шмурдяк. Поэтому, друзья, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, тему формы немножко для вас раскрыла, и вы перестанете себе этим голову забивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх этому видео, вступайте в мою группу в Телеграме. Обязательно подписывайтесь на меня в Инстаграм. Там можете задать мне любые вопросы. Можем там поболтать, что-то обсудить и так далее. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, видео было вам полезно. До скорых встреч. Всем пока-пока.